Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы ВашДГД, посвященный разъяснению актуальных вопросов таможенного и налогового администрирования. Более 1 миллиона долларов наличными пытались вывезти из Казахстана в январе этого года физлица. По информации Комитета госдоходов, на 7 таможенных постах были выявлены 48 фактов провоза незадекларированных наличных денег. Всего было составлено 47 административных материалов. Сумма штрафа составила около 1,5 миллиона тенге. В Алматы за январь через таможенные посты пытались вывезти в обход декларирования наличные на сумму более 165 миллионов тенге. Правонарушители оштрафованы на сумму около 800 тысяч тенге. Почему казахстанцы предпочитают утаивать вывозимые средства и какую сумму не требуется декларировать на таможне? Если сумма у пассажира превышает 10 тысяч долларов, то необходимо задекларировать. В декларации также указывается, кроме личных данных ИИН пассажира, также указывается происхождение его денег и куда необходимо ему потратить эти деньги. Таможенная декларация заполняется в двух экземплярах для сотрудника, для департамента, то есть для контроля и для пассажира. Есть основной формуляр и дополнительный формуляр. Если сумма наличных денежных средств и денежных инструментов превышает в эквиваленте 100 тысяч долларов США, пассажир при декларировании обязан предоставить документы в оригинале для подтверждения происхождения наличных средств и других денежных инструментов, таких как дорожные чеки, векселя. Это касается и ввозимой суммы. А что нужно знать о правилах ввоза из-за границы товаров для личного пользования? Здесь существует свой порядок и льготы по их оформлению. Без уплаты таможенных пошлин, налогов можно ввозить товары для личного пользования автомобильным, железнодорожным, водным транспортом или в пешем порядке, стоимость которых не превышает 200 евро или весом не более 31 килограмма. Правила действуют в отношении всех государств, за исключением стран-членов Евразийского союза. Для физических лиц, которые нормы 31 килограммов и 200 евро на одного человека, это товары должны быть сугубо для личного пользования. Поступающие на таможенную территорию Евразийского союза условия 31 и 200 килограммов. На них применяются единые ставки, кроме транспортных средств. Единые ставки, которые до 200 евро без платежей, свыше 200 евро, норма применяется 15% от превышающей суммы. От веса, превышающей 31 килограммов, 2 евро за 1 килограмм оплачивается. Общий расчетный счет таможенной платежи и налоги. Международный аэропорт города Алматы был и остается самой загруженной воздушной гаванью Республики Казахстан. Ведь помимо многомиллионного пассажирского потока, через него проходит и серьезный поток различных грузов, начиная от машин и оборудования. Все грузы проходят целый комплекс процедур, связанных с таможенным оформлением товаров, санитарным контролем и оформлением других необходимых документов. А как происходит порядок оформления таможенного декларирования? На что необходимо обратить внимание? По товарам для юридических лиц принимается подача экспортной декларации на товар в электронном формате через информационную систему «Астана-1». Также по товарам для юридических лиц до 200 евро принимается упрощенная форма, реестровая форма декларации на товары для экспресс-грузов. Для физических лиц также используется реестровый формат подачи декларации. Вместе с тем, в пунктах пропуска через таможенную границу таможенного союза применяется упрощенная система таможенного контроля. Иными словами, система красных и зеленых коридоров. Пассажир вправе сам выбрать нужный коридор. Зеленый коридор предназначен для пассажиров, которые перевозят товары, превышающие установленные нормы провоза. Красный коридор проходят те пассажиры, чье имущество подлежит декларированию. Следует помнить, что соблюдение всех предписанных правил избавит от возможной административной или уголовной ответственности. На этом все. Вы смотрели программу «Ваш ДГД». Увидимся на следующей неделе. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»